Если дела не ладятся и настроение плохое, танцуй крамп. Этот стиль создан для того, чтобы выплеснуть отрицательные эмоции. Сегодня в нашей рубрике все о крампе. Все новое, хорошо забытое, старое. Это утверждение можно отнести к крампу, так как он не представляет собой абсолютно новый танец. Движение отчасти взятое из хип-хопа. Крамп – это аббревиатура, которая расшифровывается как королевство абсолютной силы духовной похвалы. Кстати, отцы-основатели стиля были людьми верующими, потому создали это направление для того, чтобы в танце показать недосказанные мысли и эмоции. Крамп отличается от всех остальных уличных танцев тем, что он очень эмоциональный и очень харизматичный танец. То есть у танцора в первую очередь смотрят не только его движения, но и его харизму и подачу эмоциональную. Родоначальники крампа могут танцевать 2-3 движения, то есть не отличаться большим разнообразием движений, но они будут очень эмоциональны и харизматичны. И тем самым привлекать людей. Показать свою индивидуальность, пожалуй, основная задача крампа. Своё умение танцоры демонстрируют на баттлах, соревнованиях. За 20 лет существования крамп покорил многие страны и столицы. Мировые чемпионаты по крампу уже не редкость. Они зачастую проводятся в Америке. А известные артисты всё чаще стали использовать в своих клипах этот танцевальный стиль. Огромные взрывы энергии, которые танцор передаёт зрителю. Эту энергию через танец он старается накопить и потом в какой-то момент её выдать. То есть сделав какое-то яркое, мощное движение. Дальше опять он накапливает, накапливает энергию и опять выдаёт. История прослеживается именно энергетическая. То есть не жизненная, не как через танец передают жизнь, а именно энергию и чувства. В крампе танцоры объединяются в группы и делятся на семьи. У них даже есть отец, сестра, брат. Я тоже постараюсь обучиться этому направлению и стать частичкой небольшой танцевальной семьи. Дим, скажи мне, как мне этому обучиться? Это очень просто. Повторяй за мной, и ты всё поймёшь. Какие основные движения в крампе? Самое главное – это чувства. Чувство идёт от ног и от корпуса. Мы сгибаем ножки, корпус слегка отводим назад. И потом выпрямляем ноги и корпус подаём вперёд. Сгибаем, выпрямляем. Сгибаем, выпрямляем. Отлично. То есть это что? Это кач, это основа. Теперь мы стараемся сильно ударить. Пам! Удар. Вниз. Пам! Да, отлично. Теперь добавляем ручки. Позиция в пальчиках. В пальчиках? Пистолетики в пальцах. Позиция в пальцах. Пистолеты. Пистолеты. Да, отлично. И что мы делаем с пистолетами? Ручки ставим в груди. Окей. Да, локти высоко. Ни в коем случае не должны висеть высоко. Дальше. Мы сгибаем. И теперь выпрямляемся. Корпус кладём вперёд и ручку выпрямляем. Сгибаем. И выпрямляем. А, два пистолета у нас? Раз, два. И попробуем следующее движение. Пистолетики и ручки оставляем так же. Ножки ставим шире. Сгибаем их слегка. И теперь поворачиваем корпус. Наклоняем в правую сторону. Да, сильно. Потом вперёд. Идём по кругу. Влево. Назад. И сталь. Ага, тоже резко, да? Только коленки старайся сесть ниже и поставить шире ножки. Давай ещё раз. Семь, восемь. Вправо. Вперёд. Влево. Назад. Пам! 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 Прям сесть, да, ещё ниже. Ещё ниже. Отлично. Ещё раз. Всё-таки мне кажется, что это мужской такой танец. Так, давай ещё что-то такое интересное, что можно сделать. Надо? Можно. Ставим левую ножку вперёд. Давай. Правую назад. Окей. И теперь мы будем шагать. Ручки ставим широко. И теперь шагаем вперёд. Только шаг наш будет разделён на три части. Ага. Раз. Два. И три. Упали. Ой. Ещё раз. Хорошо. Семь. Восемь. Встаём. Выпрямляем ножку. Упали. Хочу тебе сказать огромное спасибо за такой небольшой мастер-класс. Я думаю, что нашим телезрителям ему придётся по душе. Танцуйте, развивайте, занимайтесь спортом. Не сидите дома. Любите. Всё будет круто. Учитесь. Если вам кажется, что этот стиль не подходит для детей, посмотрите, как юные приднестровские танцоры умело справляются с крамп-хореографией. В общем, стиль развивается и каждый день находит новых поклонников по всему миру.